добрый день в этом уроке я расскажу о том как формировать меню веб-сайта как создавать странички и наполнять их содержанием также некоторые вопросы связанные с обработкой картинок которые мы размещаем на нашем сайте скажем мы хотим добавить новую секцию наш бизнес после странички главное переключаемся в the studio cms выбираем меню менеджер в меню менеджер мы добавляем новую родительскую секцию выбираем опцию parent section которую назовем наш бизнес далее под этой секцией мы будем создавать странички наводим на наш бизнес выбираем child flat section теперь мы должны решить какого типа страницу мы создаем в данном случае мы хотим создать пустую страничку значит выберем иконку blank page теперь мы должны дать название секции это будет о нас обычно заголовок страницы совпадает вы можете сделать его длиннее если хотите следующий важный момент это имя файла имя файла должно быть прописано только латинскими буквами если мы напишем скажем название секции латинскими буквами about us то мы увидим что имя файла формируется автоматически если же мы даем название секции русскими буквами то имя файла мы должны должны задать вручную используя латинский шрифт вот мы напишем таким вот образом а нас можем если хотим мы можем определить сразу же ключевые слова что очень важно для поисковых систем или можем оставить это поле пустым в дальнейшем добавить все необходимую информацию сюда сохраняем нашу работу смотрим у нас появилась новая страничка о нас переключимся на веб-сайт обновим страницу видим появилась новая секция о нас она пока пуста и вот следующая задача будет наполнить ее содержанием переключаемся снова в меню менеджер выбираем страничку о нас теперь перед нами появляется окно которое дает нам возможность выбрать область редактирования главным образом мы работаем с главным содержанием страницы мы также можем располагать информацию в футере но как я сказал в основном мы будем работать с главным содержанием страницы выбрали главное содержание нажимаем кнопку edit content перед нами появляется редактор что такое подобие некое подобие microsoft word если мы прокрутим страничку ниже мы увидим целый ряд шаблонов с помощью которых можем определить вид страницы предопределить вид страницы вот выберем этот шаблон с правой колонкой и теперь разместим свой текст удаляем пример ставим курсор в позицию где должен начаться наш текст и копируем текст содержание из редактора ноутпэд очень важно использовать редактор ноутпэд для предварительной подготовки текста поскольку ноутпэд позволяет избавиться от форматирования цвета шрифты и так далее многие вещи которые допустим задаются в верде но поскольку верд форматирование верда и форматирование в вебе не совместимы мы должны использовать редактор который позволяет очистить текст от всевозможной шелухи ненужной и так мы поставили курсор в позицию где должен располагаться наш текст далее кликаем на иконке paste as a plain текст вклеиваем наш текст сюда и вот мы видим что он появился в окне редактора теперь мы можем сделать некоторое форматирование уже используя наши собственные средства для начала напишем page title затем мы можем выделить некоторые фрагменты текста сделав их скажем под заголовками у нас есть три вида подзаголовков это page title subtitle и subtitle 2 выделим фрагмент текста который мы хотим сделать под заголовком и выбираем подзаголовок второго уровня subtitle 2 и давайте сделаем это еще для одного подзаголовка наша продукция выделяем эту часть текста и присваиваем ему стиль subtitle 2 вот таким вот образом будет выглядеть наша страница мы можем какие-то фрагменты текста сделать жирным шрифтом ну вот допустим слово таврида мы сделаем жирным у нас также есть возможность делать делать подчеркивание делать шрифт наклонным расцвечивать наш контент если есть необходимость в данном случае мы оставляем все так как есть сохраняем нашу работу сейф приключаемся на веб-сайт и кликаем на страничке о нас вот мы видим появился 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 содержание нашей страницы уже в стиле который был заранее предопределен при дизайне сайта теперь добавим несколько картинок в правую часть странички и работа будет закончена как мы уже знаем для хранения картинок используется image bank загрузим туда несколько картинок помня о том что правая колонка у нас составляет где-то одну четвертую ширине стран ширины страницы а сама страница имеет размер 1000 пикселей мы определим размер картинок примерно в четвертую часть экрана то есть 250 пикселей далее мы находим папку с картинками и просто переносим туда несколько картиночек вот мы видим у нас в хранилище появилось три картинки перевозвращаемся в редактор меню менеджер выбираем страничку о нас кликаем кнопку edit content устанавливаем курсор в позицию где мы хотим расположить наши картинки удаляем этот вот текст который служит примером для вставки картинки используем иконку insert edit image дважды кликаем в этом окошечке выбираем картинку первая картинка вставлена следующая еще одна все теперь можем сохранить нашу работу посмотреть что у нас получилось вот таким вот образом мы сформировали нашу страницу теперь давайте рассмотрим возможность добавлять добавление нашего собственного содержания страницы которые являются системными вот скажем страница контакты по умолчанию у нас есть контактная форма запрограммированная контактная форма и скажем мы сюда хотим добавить некоторые контактные детали в эту форму мы идем в меню менеджер выбираем страницу контакты по умолчанию нам предоставляется главное содержание страницы кликаем кнопку edit content и все что мы должны сделать мы должны заполнить эту страницу информации которая нам необходима предположим ну и так далее сохраняем нашу страничку и смотрим что у нас получилось обновляем ее и мы видим что в левой части мы можем расположить наше собственное содержание я думаю что на этом мы закончим этот урок спасибо большое до свидания и